Мне предстоит очень сложная задача говорить после Архимагрита Василия. Во-первых. Во-вторых, надо сказать, что традиция почитания преподобного Исаака на Руси насчитывает уже больше 600 лет. Соответственно, мне можно было бы рассказывать об истории создания переводов на современный русский язык, о истории взаимодействия учений подобного Исаака Сеяна и Коптинских старцев XIX века. Можно было бы рассказывать о переводах подобного Исаака, сделанного в XVIII веке, по Иссиам Величковской. Но я, будучи медиевистом, сосредоточусь на древнерусской традиции на XV и XVI веках. Я попытаюсь перенести вас в то духовное пространство русской церкви, когда сочинения преподобного Исаака были наиболее востребованы. И когда читатель, беря в руки книгу, надписанную в гуснических словах Исаака Сеяна, ощущал чтение как личную встречу со свидетелями, как личное общение. Самая ранняя рукопись русского извода, содержащая полный текст 91-го учения преподобного Исаака, датируется рубежом как раз 14-15-го века. Это список, хранящийся в отделе рукописи Российской национальной библиотеки Собрания Погодина в Санкт-Петербурге. В русском списке пандертных книг на Черногорца 1481-го года, из синодального Собрания Милы, также находятся обширные выписки искуснических слов. Именно так чаще всего именуются в руках из славянской традиции сочинения сирийского старца. Современного читателя, от первых русских иноков, познакомившихся со славянским переводом, отделяет огромную временную дистанцию. Что мы знаем о ранней славянской и, собственно, русской рецепции по учению преподобного Исаака? Пытаясь ответить на этот вопрос, я старалась сконцентрировать себя и вас, соответственно, на теме того, как читали Исаака в Древней Руси и зачем его читать. Благодаря испечниковедческим разысканиям Горского и Невостроева, архимандрита Леонида Кавелина еще в XIX веке, Маслова в начале XX века и Гастрема Тихомирова в 80-е годы прошлого столетия, ранняя история славянской версии памятника оказалась в достаточной степени осмысленной и описанной. Все исследователи единогласны, связывают появление славянского перевода по учению преподобного Исаака с возрождением древних монашеских практик Византии на рубеже XIII-XIV веков. Воспространение среди славян идей Исихазма обусловило повышенный интерес к творениям таких святых отцов, как Григорий Синаид, Иоанн Лествичник, Абла Дорофей, Никита Стефат, Афанасий Александрийский, Диадок Хачийский, Исихий, Глафей Синаид, Василий Великий, Симеон Новый Богослов, Геонисий Ксевдарий Багит. Особенно активно в начале XIV столетия в многоязычных книговечных мастерских монастырей Константинополя и Афона редактируются старые и создаются новые славянские переводы аскетических текстов. Терминус анте квен для сочинений преподобного Исаака Сирина славянской рецепции – это конец XIII – начало XIV века, когда появляется самый ранний перевод, созданный из археем Вагином, возможно, в Болгарии, а не на Афоне. Чуть позднее, приблизительно с XIII – XIV веков, в одном из монастырей Афона, скорее всего, в лавре святого Афанасия, создается новый, как я полагаю, независимый от первоначального перевода В ближайшие же столетия тексты сирийского подвижника получают очень широкое распространение среди южных славян, о чем свидетельствует масса болгарских и сербских списков с этого времени. На экране вы видите одну из сербских рукописей, которая хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Она датируется XIV столетия. На Руси сочинения преподобного Исаака появляются во втором, афонском переводе, как уже было сказано в начале, не ранее конца XIV столетия в составе 91 получения из первого тома преподобного Исаака. И следующая иллюстрация представляет нам как раз русский список сочинений преподобного Исаака из собрания Московской духовной академии первой четверти XII столетия. Но мое сообщение посвящено отнюдь не источниковическим и текстологическим проблемам, которые связаны с русской рецепцией творений Исаака. Для меня в настоящее время более интересным и более увлекательным является вопрос о восприятии русской средневековой письменности у кознических слов как текста особого типа, как аскетического текста. Войдя в русскую христианскую культуру, наравне со значимыми произведениями других отцов аскеты, по учению Исаака и Сирина явили русскому средневековому читателю один из образцов литературы особого типа, литературы, связанной с идеей нервализации и самоосмыслением духовного опыта. Понятие аскетический текст, на первый взгляд, известное русской медиалистике, тем не менее до сих пор не получило точного определения. Критерием выделения текстов этого круга в особую область в настоящий момент остается и специфическая аскетическая тематика. Однако давно насрела необходимость сформулировать их ключевые категориальные признаки, исследовать особенности структуры, выявить специфику и функционирование, и взаимодействие с другими типами текстов, такие как натургические тексты, агеографические тексты. Мне кажется, что именно такой подход с использованием метода современной флологии, прежде всего лимбистике текста, позволит делать выводы о том, каким образом и в каком статусе сирийский текст VII столетия вошел в необходимый, насущнейший круг чтения русского монашеска. Ведь на протяжении двух столетий, XVI и XVI веков, получения Исаака не только обязательно включались в монастырские библиотеки, но и массово переписывались, буквально тиражировались в крупнейших русских скрипториях, таких как Троица-Сербиева-Лавра, Иосифово-Волгаванский монастырь, Соловецкий монастырь, или, например, Кирилло-Белозерская обитель. В этой крупной северно-руйской обители в первой половине XVI века, например, были созданы восемь совершенно однотипных списков, которые слово в слово повторяют друг друга. Ярным образом они были предназначены для внутренних русских монастыря. И это не списки, которые были поставлены на полку, как сочинения Владимира Ильича Ленина, которые никто не брал и не читал. Это рукописи, читанные многими употреблениями русских монастыр. Источниковические выводы о популярности монашеских текстов в определенные периоды в северной истории, с одной стороны, и историко-филологические разыскания о влиянии идеи Исаака на тех или иных представителей русского и сихазма с другой стороны. Такие исследования до тех пор будут оставаться поверхностными, пока с научных позиций не будет осмотрен аскетический текст как особый жанр, как особый тип текста. Главным определяющим признаком этого жанра Сергей Хорожий в монографии и феноменологии Аскезы назвал его начал от статуры опытный характер. Аскетический жанр обслуживает духовный процесс, сферу определенного опыта и обслуживает ее всесторонне, доставляя детальные аналитические описания процесса на всех его стадиях, наставления и указания для участия в процессе, необходимые дополнительные сведения о возможных трудностях и опасностях о той модели человека и мира, в рамках которой толкуется процесс. Сами есть цитаты. Интериоризация личного духовного опыта, разнообразные способы его вербализации и истолкования в русле святоотечественной традиции возможны главные категориальные признаки аскетического текста. Получение Исаака Севина служили для русского средневекового читателя и источником информации, и одновременно образцом особого типа дискурса, характерные черты которого еще предстоит определить филологию. Древнерусские иноки, переписывавшие сочинения Исаака в константинопольских, афонских и русских монастырях, не просто находились в едином веручительном пространстве со святыми отцами аскетов, но и обладевали единым кодом описания и истолкования духовного хода. Благодаря единому ходу и единым целям становилось это возможным вот это живое сакраментальное общение автора Исаака Сидина, сирийского подвижника седьмого столетия, и читателя 14-го, 15-го, 16-го и предполагаю внасти первого века в том числе. Через текст, так же, как и особое действие текста вне виртуальной словесной стихии читателями. Важно учитывать при этом, что русская письменная традиция, средневековая традиция, не донесла до нас оригинальных русских аскетических сочинений, вызривших в лоне собственно русского христианства. Редким исключением на этом фоне выглядят русские происхождения, краткие анонимные получения, которые регламентируют монастырский распорядок в очень органичной форме. Часть монастырских уставов и так называемое предание своему ученикам в 11 главах или устав преподобного Нила Сорского, святого в конце 15-го на 16-го века. Последний текст предлагает исследователь едва ли не единственный пример целостного и сложного по структуре русского аскетического сочинения. Устав построен на органичном слиянии оригинального текста и постоянных интертекстуальных отсылок к авторитетным ассорт-подвижникам и в том числе к писатой силе. Таким образом мы сталкиваемся со странной ситуацией, когда при рецепции переводного аскетического текста местная русская традиция овладевает специальным кодом, однако при этом не испытывает потребности порождать в этом коде оригинальные тексти. С другой стороны, очевиднейшим подкликом нахождения сочинений певодорного Исаака в актуальное культурное пространство Руси становятся многочисленные выписки из них русского выписка. Выписки, зачастую формирующие целые обширнейшие компиляции, несистематические своды разрозненных цитат из Исаака. Подобные компиляции находятся в славянских списках на протяжении всего позднего Средневековья, начиная с момента перевода по учению Исаака в XIV веке, и назначение этих компиляций отнюдь не очевидно. В кратком докладе конечно же невозможно затронуть, подробно осветить все проблемы связанные с восприятием русской культуры и получением подобного Исаака Сирина. Я позволю себе сосредоточиться только на одном аспекте, в рамках которого возможно достаточно объемно представить особенности рецепции на Руси сочинения сирийского подвижника. Это знакомый логом аспект автокоммуникативности. Понятие автокоммуникация было введено в 73-м году Юрием Михайловичем Лосманом в работе автокоммуникация «Я» и другой как адресаж. В своей статье известный историк идеолитик литературы выделил в механизме культуры два разнонаправленных канала передачи информации в направлении «Я-Он» и в направлении «Я-Я». И об этом сегодня уже частично шла речь в одном из предыдущих докладов. В системе «Я-Он» переменными оказываются обрамляющие элементы модели. То есть адресанты заменяются адресатом, а постоянными остаются код и сообщения. В системе «Я-Я» носитель информации остается тем же, но сообщение в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новые смыслы. Если коммуникативная система «Я-Он» и артистировал отбор обеспечивает лишь передачу некоторого константного объема информации, то в канале «Я-Я», когда текст обращен к самому себе, происходит ее качественная трансформация, которая приводит к перестройке самого этого «Я». отмечал Юрия Михайлович Лотман, говоря, совершенно не о средневековой культуре. Именно подобная перестройка самому «Я», как результат передачи сообщения, при котором адресация впадает с адресантами, роднит вторичные тексты компиляции цитатов преподобного Исаака Сирина в русских списках и его оригинальный текст. Именно в этой перестройке, производимой с помощью вербального текста, необходимо видеть один из важнейших результатов рецепции древнерусской традиции поучения Исаака наряду с другими косметическими сочинениями. Поясним. Поучение Исаака Сирина в своем славянском варианте, впрочем, как в оригинальном сирийском тексте, представляет собой очень подвижно, не связанно с своей внутренней композиции о собрании поучения и бесед. Отдельные поучения в рамках сборника могут свободно перемещаться, что доказывается разными традициями переводческими, образуя новые последовательности текста, и что заметно в том числе и на двух славянских переводах. Между поучениями не существует жестких логических связок, за исключением нескольких тематических блоков, что создает впечатление самодостаточности, самозамшенности отдельных текстов и соответственно в целом отрывочности, бессистемности композиции кумб. Не останавливаясь подробно на вопросе композиции, структуры сборника, отмечу особо, что эта дискретность макро-композиции легко проецируется на уровень отдельных получений. Вот именно на этом уровне мы находим не просто признаки разных субжанров аскетической литературы, таких вопросов ответов, посланий, катариковые рассказы и так далее. Реструктура некоторых глав также характерна очень ярко выраженная дискретность. Многие из них выглядят как цепочки с интенсией, часто не связанные друг с другом даже тематически. Что стоит за этой дискретностью? Соединение в целостный текст, разновременных записок по случаю, как плавали некоторые исследования, или особые стихи мистических прозрений, по мнению Георгия Флоровского, характерные для Иса. Хочу продемонстрировать один из подобных фрагментов, который находится в достаточно важном контексте, в контексте первой инициальной главы постничества. Текст я буду цитировать по рукописи Кирилла Белозерского собрания, то есть собрания Кирилла Белозерского монастыря, и позволю себе процитировать по-древнерусски на том языке, на каком сочинении Исаака еще не звучали сегодня в этой палетории. Начало истинной жизни человеку страх Божий, и сей испарением неких в душе и выйти не повинутся. Рассыпует быся сердце от сладости Божьей в служении чувств, связует быся рече ежевнутрь мыслей в чувствах и почувении служащих тем. Сомнение сердца наносит душевую язнь, вера же и вот сечению дух может упрекляться поизволению. Увели по любви плотская примагает в тебе благодержностям и бесстрашлив невозможешь и быть от многих сопротивлений пребывающих близ любимого. Желая почести немощно ему лишитесь вен печали. Негый иже есть человек в изменении вещей иже не стяжевает в мысли свои изменения приближащие вещи. Ащи желания вечера рождения чувств да умолчат прочие иже с попечением смирения мысли храните исповедующие. Целомудр есть иже не в труде и во время рати и подвигов и волю яко пристают от него скверные помысли но иже истинное сердце своего поцеломудряет ведение смысла своего яже не возгреть и бестудно скверными помыслами. Я прошу прощения за столь обширный цитат на дневническом языке. Но это язык хитургический был служением современной русской церкви и, к сожалению, сочинение Исаако Сирина сейчас практически неизвестно современному православному на литургическом языке. Что обращает для себя внимание в этом открытии? Здесь присутствует масса смысловых лапов между сказками. Последовательность предложений не формирует какие-либо сверхразовые единицы. Каждое предложение входит в новую тему. Даже при наличии неких формальных средств связи, таких как союз, нестремение и так далее и тому подобное, каждый из акзаций раскладывается на несколько смысловых лакуум, смысловых отрезков. Как соотносится между собой понятие душа, сердце, парение, служение чувств, сладость Божия, введенные в этом открытии по-другому сакууму. Сверстие между ними это информация из области пресопозиции, то есть знания, из которых входит автор, который должен владеть читатель. Она не выражена в тексте гербайзе. И подобная элиптированность, сокращенность, может быть, может быть, вызвана ориентацией текста от «я» к «я», то есть его автокоммуникативно. И первое, и второе, и третье, и четвертое абзацы из-за отрывков в принципе представляют одну и ту же схему. Они выглядят абсолютно не связанными с предшествующим текстом. В них присутствуют только редкие лексические повторы. Внутри абзацев находятся смысловые синтапсические разрывы, предложения изолированные и тематические, и культурные. Перед нами на лицо текст, смысловые связи между элементами которого подвергнуты элипсису, что порождает ощущение разводности. Однако, инфлицитно, смысловые связи все же присутствуют так в отрывке на уровне поддержки. Потому что все высказывания являются вариациями на одну общую тему, на тему изменчивости видимой вещи, зависимости от них, и человеческих чувств, умами, и следовательно необходимость ухода, отречения от малого мира для тех, кто ищет опоение в берегу. Так реализуется в отрывке главная тема всего первого получения подобного исаакова. в отречении мира и у иноческого людей. Наличие лакуны компрессии смысла создаёт впечатление особой силы текста, своеобразной текстовой энергии. Здесь следует в нашей обратиться понятие автогоммуникации, потому что подобные лаконичность, фрагментарность, смысловая и формальная компрессия характерны для внутренней речи, которая может служить относительным аналогом текста, создаваемого в направлении я-я. В таких фрагментах, как я цитировала, тексты самка интроспективен, как я полагаю. Именно в таких случаях можно говорить о способах империализации духовного опыта. В отрывках именно такого характера мы сталкиваемся с фактом объективации внутреннего опыта с помощью слов, с фактом саморегуляции и самоосмысления этого опыта и с фактом перестройки самого себя, самого я, текста, и текста. Сам текст со всей скрытой в нем энергии и преображения выступает орудием действования я. Результатом его становится преобразование сознания, которое текст прождает. По моему мнению, в достаточно нередких фрагментах подобного рода научная герминастика должна видеть обусловленность текста именно его автокоммуникативности. При восприятии такого текста от читателя требуется не только владение кодом и наличие общих знаний с автором, но и наличие глубокого индивидуального духовного опыта, точнее актуального духовного опыта, который нуждается в гиболизации словесного формы. Поучение Исата Сирина имеет в своей структуре различные типы дискуссов и в том числе целую градацию между двумя условными курсами текстом направления Я-Он и Я-Я. Целый ряд поучений представляет собой развернутые логически связанные последовательные тексты в которых отсутствуют какие бы то ни было смысловые лаконы. Однако именно фрагменты описанного нами типа дискурса легче всего распадаются на отдельные сентенции. И именно они становились материалом для многочисленных компиляции цитат подобного Исаака в русских 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 я продемонстрирую вам одну из подобных компиляций в рукописе 16 века из собрания Соловейского монастыря. Душа боголюбящая обозь единим покой имать при дворе решите всяк служ внешне от себе и тогда возможишь сердцем связайтесь богами ежи разрешитесь от вещей блажен удаливайся от мира и мы будем внимать себе воздох они един час и души своей лучшей использующего весь мир я не буду приводить всю цитату целиком потому что нам скорее важна структура этой компиляции потому что косыми чертами разделены фрагменты этого правильного микрофраза из текста Исаака основные колонки это источники данных цитат 56 слово 71 41 5 67 и так далее мы видим что компилятор вовлекает разрозненный материал в единый контекст который генерируется не столько единством цены сколько единством его цели установки и вот этим самым движением вот я к я несмотря на естественную смысловую замкну и самодостаточность подобных фрагментов внутри компиляции эти цитаты друг с другом соприкасаясь порождают новый целостный контекст логические связки между этими цитатами скрыты однако некий внутренний мотив прослеживается достаточно четко он строится на против составлении двух смысловых сфер мира и пустыни каждая из них находит в себе словесное воплощение в ряде сопряженных понятий таких как мир всяк соуз внешний разрешитесь от вещей от мира и тмегу и так далее можно приводить целый ряд словосочетаний из этой компиляции второй круг смыслов противоположен первому по коннотативной образке это пустыня это такие фразы такие словосочетания как душа боголюбящая блажен удаливайся в мир вещь молитвы просвещайтесь о душе и так далее детальный лингвистический анализ фрагмента показывает что подборка цитат не является случайным я прошу прощения если вдруг не был подготовлен английский перевод этих фрагментов он подразумевался и все должно было быть готово это неразрозненные записки на память как я блогал целостность и внутренняя связность текста обеспечиваются не столько внешними скрепками и здоровыми сколько единой установкой компилятора осмелюсь предположить что в таких компиляциях находят в себе воплощение тот феномен общения личностного общения в опыте ради которого собственно читатель не приберет вылупи аскетический текст иначе говоря порождая новый вторичный текст из деталей авторитетного святоотеческого текста древнерусский книжник преследовал ту же самую цель что и преподобный сам в седьмом веке он создавал текст для себя чтобы истолковать свой собственный во многом таинственный и невербализируемый внутренний духовный область подобные компиляции чаще всего уникальны по составу и порядку выбирают из преподобного сада они более не повторяются в других рукописах следовательно они отражают индивидуальную читательскую практику читатель занимающий активную позицию восприятия текста одновременно выступает как автор нового эскетического текста создаваемого из фрагментов текста тяжелого получить устойчивое закрепление в традиции и самостоятельное функционирование подобной компиляции конечно могут потому что они носят ярко выраженный автокоммуникативный характер их основной задачей является аутогерменевтика индивидуального духовного опыта в пространстве общения это термин цепей и оружия это пространство общения конституируется традицией в частности духовным наследием свадок и свадок конечно автокоммуникация это всего лишь один из успехов рассмотрения космических слов и свадок как текст особого типа надеясь эффективные иллюстрации и соображения доказывают сочевидность и необходимость наконец собственно филологической науки обратить внимание на специфику и данной области мы филологи находим больше вопросов чем ответ получение Исаак и Сирина являются своеобразным стоянием на выходе в бытие используя слова отца Андрея Курайка для получения Исаак как и для творения других отцов аспетов характерна внутренняя антиномичность порождаемая постоянным напряжением между тем что говорится и тем что не может быть выражено человеческим языком то есть между сказанным и несказанным и в первом и во втором томе сочинения Исаака достаточно часто встречаются указания на безязычие то есть на неспособность попыток выразить человеческими словами реальность и отравления и тем подобный Исаак создавая текст как мы отмечали выше верболизует свой внутренний мистический опыт тем самым осмысляя и объективируя его постнические слова преподобного Исаака это пространство встречи двух миров видимого невидимого мира человеческого мира жизни будущего восприятие же текста Исаака проживание преображение и реализация чужого опыта в собственном пользе готовит человека к восприятию неизвеченных глаголов преображения пустого павла как мне кажется именно этот телеологический по сути мотив был ведущим рецепции древнерусской книжной культуры перевода постнических слов а результатом этой рецепции стал сон русских преподобных 14 15 16 мы благодарим Марину Сергеевну у нас сейчас была удивительная возможность сначала услышать совершенно нерациональное слово отца Василия о Достоевском и Айбисаке а потом услышать попытку рационально и вне рационально объяснить иррационально лаву Исааке мы в какой-то степени увидели две даже не две грани а мы увидели два подхода к одной иррациональной грани одной и той же медали сейчас возможно конечно возникает нет вопросов и мы просим всех собравшихся их задать поскольку это последнее заседание то я думаю что это обсуждение последних двух докладов как-то должно потом перерасти в некую соборную дискуссию соборное подведение итогов и возможно формулировка вопросов о других темах так меняет два вопроса один май Макрофон подойдет, а то переводчик не сможет перейти. У меня два вопроса. Один Марина Сергеевна, другой Архимандритова Василия. Парина Сергеевна, скажите, практиковалось ли чтение свято-отеческой литературы на Руси нерядами? И если да, то какими сослой ли имя преимущественно? И второй вопрос. Я как раз вчера читал Достоевского, как он описывает свой молитвенный опыт. И он там написал, что он воображает себе Христа в тяновом венце, истекающего кровью. Но такая практика, она достаточно рассуждается святыми отцами и, в частности, святым Исааком, которые говорят, что воображение возбуждает душевную составляющую человека и приводит к состоянию прелести. Еще я был на Апонии месяц назад, где вы подвижаетесь. И там один духовностный монах сказал мне, что он начал читать монастырем Достоевского и не смог, потому что понял, что он одержим блудным весом. Ну и биография Исаак Астерена вообще сильно отличается от биографии Достоевского, поэтому, мне кажется, загрудительным ставить их на одну полку. Я думаю, что давайте, поскольку второй вопрос относится непосредственно к теме конференции, то мы не идем к нему, а уже завершим первым вопросом, как выходящим за пределы тему конференции. Я сказал, что когда мы читаем Абу Исаака и Достоевского, то мы должны замолчать и предоставить ним самим свидетельствовать по себе. Не малое дело, чтобы кто-то был русским православным. И Достоевский понимал, Абу Исаака. И человек стремится к чему? К свободе от всего через саму свободу. И Достоевский говорил о человеке, находящемся в бездне, что он пытается найти из бездны рационалистические выходы, как 22-4. Действительно, в России я нахожусь на святой Афонской горе. Когда ты находишься на Афоне, ты не учишь. Когда ты в России, ты должен стать русским православным. Но это означает, что ты должен быть и не русским, и не православным. И это есть Богоявление и Богооткровение. Это показывает Абв Исаак, это показывает Достоевский. К этому стремится каждый человек. Верит он или не верит. 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 И когда кто-то, подобно Достоевскому, познает Христа, он уже сейчас, предвкушая вечность, преодолевает границы бытия, границы природы, двигаясь к вечности. Достоевский не занимается церковной политикой, но он исповедует свою веру. И мне нравится то, что он даже доставляет радости тем, кто находится вне церкви, и даже те, которые даже приходят вплоть до признания Антихриста. И если случайно ты вступишь в упоение вот того вина, которое предлагает Достоевский, и которое предлагает Абв Исаак, даже если ты не делаешь ничего, ты достигаешь всего. И находясь в России, можно сказать, что если бы русские читали бы Достоевского с пониманием, и через это чтение постигали и достигали бы Абв Исаак, чтобы потерять все и приобрести все. Теперь мне ответить. Ответить вам не было. Ну, после этой матрицы говорите, что вам невозможно. Здесь опять возникает такая идеалитичная ситуация, когда то, что сказано сейчас в Достоевском, естественно, преодолевая все пределы, все границы, естественно, что уже в рамках подхода отца Василия мирятам не остается ничего делать, как на 100% подражать монаху духовным путем. Если же спривоцировать это на Древнюю Русь, то получится вот та картина, которую нам скажет сейчас Марина Сергеевна. О сфере начтения сочинений Сата Сирина в Древней Руси мы можем судить по припискам на рукописях. В основном это приписки, созданные монахами-маписцами, которые говорят о том, что книга находилась внутри монастырской библиотеки, и, соответственно, ее читателями были братья. Однако в 16-17 столетии я наблюдала целый ряд списков, где надписи были созданы не такими грамотными читателями, и зачастую эти надписи говорят об их крестьянском происхождении. Можно предположить, что постепенно круг читателей расширялся, и нельзя сказать, что знание аскетической традиции в изложении Исаака Сирина было ограничено только монастырскими стенами в средневековом России. Но обсудить об этом очень сложно. Как я сказала, только на основании вот этих уникальных приписок на полях. Спасибо. Еще есть вопросы? У меня есть... Простите, я очень много вопросов задаю, но у меня есть вопрос к Марине Сергеевне. Я открыл все-таки греческий оригинал тех четырех фрагментов, которые были непрочитаны на слайде, и постарался через греческий текст понять, отсутствуют ли в них логические взаимосвязи или присутствуют. И с моей точки зрения, простите, эти четыре фрагмента абсолютно логически взаимосвязаны, потому что они начинаются Архитис, Олифинист, Заиста, Анфропу, Буфолос, Туфеу. Все первое слово посвящено страху Божию. И в этих местах говорится как раз о преображении чувств и о том роли, в которой играет подлинный страх, как Фолос, и ложный страх, как Дилия. Поэтому в моем восприятии некоторая аморфность славянского перевода может быть обязана благодаря двум причинам. С одной стороны, это может быть непонимание переводчикам общего контекста, какие-то сбои в самом переводе. Ну а с другой стороны, достаточно богословская сложность и текст Исаака Сирина, который пишет, создается в разных жанрах, последовательном и непоследовательном. Но перевод текста Исаака Сирина подчеркивает исключительную глубину и премудрость данного текста, поэтому здесь я просто высказываю свое или недопонимание в тезисе докладчика, или несогласие с этим тезисом, вот ввиду собственного прочтения. Вы сами того не зная, высказываете абсолютное согласие с моим тезисом, потому что вы не предполагали, наверное, в себе того самого читателя, который должен был естественным образом воссоздать все эти внутренние скрытые лаконы стематические между высказываниями преподобного Исаака Сирина. Для меня, как русиста, вопрос принципиально важен, потому что действительно ли эта фрагментарность характерна только для славянского перевода? Присутствует ли она в греческом переводе, с которого был сделан славянский? И присутствует ли она на этот вопрос не филологи, безусловно, должны ответить не богословы? Присутствует ли подобная фрагментарность на микроуровне в тексте сирийском? Для меня это очень важное наблюдение, и я бы хотела попросить помощи своих коллег сиропом. Я бы хотел позволь噴 кермарcous. Несколько вопросов? Оба какая презентация мы слышали в институте эти два дня? У меня тоже есть вопрос, Марина Сергеевна. Почему, по вашему мнению, есть так мало оригинальных монашеских произведений в России, в Средневековье, хотя они, очевидно, очень интенсивно перевели, скопировали, читали, ну, труды, как из-за активно. Я знаю, что это не первый, я, наверное, не первый раз, ну, не первый дам такой вопрос. Может быть, они, ну, каким образом они выразили свой монастырский или монашеский опыт, духовный, если не только через чтение или скопирование этих древних монашеских текстов. Да, конечно, вы не первый, когда я этот вопрос представил. Да, все знаменитые русские историософы этим вопросом задавались. Почему молчит древнерусская культура? Почему она не говорит так внятно, как мезантийская традиция, прежде всего? Для меня относительным ответом на этот вопрос является высказывание человека, который совсем не имеет отношения к филологии, это Инна Колбакова, искусствовед, которая в предисловии к своей книге о домонгольском искусстве Руси, говорит о том, что русская культура средневековая литургична. И эта литургичность культуры, она совершенно преобразовывает все ее внутреннее пространство. Он переформатирует, ставит перед человеком другие цели и предлагает ему другие пути к реализации этих целей. Я не знаю, ответил ли я, мне кажется, что ответ кроется в этой литургичности. Я думаю, что ответ в том, что русская культура средневековая литургичность культуры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И это обилие от Исаак в прошлом, и прошлое, и прошлое, 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 что очень невероятное. И, конечно, из моего личного точки зрения, Исаак является один из самых самых художников из Патристики, из первой миллендии, который говорит мне. И я думаю, что это не единственное. Поэтому это почему я думаю, что эта конференция, благодаря инициативу, это очень важно, потому что это первая конференция на С. Исаак, это не только, что это было, но инициативу, это было бы, а в Монастерии в Бозе, это было бы 10 лет, но, как Ф. С. и это было благодаря Фаде Сабина. И также благодаря Фаде Сабина, что мы получили много в течение, в итальянском и также в френском. Это было, я думаю, его initiative для Фаде Андре Луфа, который был в френском. Мы очень благодарны его. Некоторые вы уже знаете, что есть уже вторая конференция, который будет импортировать Сан-Исаак, но не только Сан-Исаак, который будет, возможно, в арабском мире, в Катаре. Это будет в конце месяца. Исстория Катаре и Университет Катаре будет организовывать со связи с Великой Катаре с Великой Университетом и в Катаре и в Сан-Иссирии с Катаром. Иссек, который, конечно, а преминная визитет из Катаре. Он был из этого региона, и потом был в Месопотаме. И, как и другие, Катери авторитет и Университет в Катаре были в основном, что в Сырии в 7-х и 8-х в Катаре Это действительно важный интеллектуальный центр для исследования Сырия в то время. Итак, мы здесь начинаем, что я думаю, что это будет серьезный конференциал, которые были привыкли к Исаак Сыриану. И для этого я думаю, что все представители получили это круто, это очень важный опыт, чтобы узнать, потому что мы взяли всему миру. И это было огромное удовольствие, чтобы приехать к Исаак Сыриану. И опять же, я думаю, что, на протяжении всех наших партиспансов, мы благодарны благодарности, прежде чем Петрополитен Хилария, for undertaking this important initiative and a great debt of gratitude from all of us from outside Russia to all the students and assistants and helpers who have made this such a wonderful occasion. So thank you all very much indeed.